Мы хотим приветствовать большую аудиторию, которая присоединилась к нам и смотрит нас в прямом эфире. Пусть вас всех благословит Бог. Молите за нас, поддерживайте нас, а вы можете им там так помахать ручкой, передать привет. Может быть, там есть ваши знакомые, друзья, может быть, это ваши родители. И, значит, мы сегодня уже проходили очень такие важные, значит, темы, это путь к Божьему призванию. Вы помните, это воля Божья и верность, верность в своем призвании. И я говорил вам о том, что очень важно быть верным в малом, да или нет? Поэтому мы должны работать в чужом, как в своем. Что это значит? Я объяснял вам. Если вы, например, убираете комнату родителей и свою комнату, у вас есть в кого-нибудь своя комната? Да, вы какую комнату лучше убираете, свою или у родителей? Свою. Но как бы своя, вы поняли меня? А если у вас своей комнаты нет, то вы можете думать, когда у меня будет своя, у меня там будет очень чисто. Это будет, когда вы верны в чужом. Если вы хорошо убираете чужие комнаты, то и ваша комната будет какая чистая. Иначе кто доверит вам ваше? Вы поняли? Если вы верны в чужом служении, вы под кем-то, вы помогаете кому-то. Но вы делаете хорошо не просто спустя рукава. То есть вы не делаете так, вот когда я буду руководителем молодежи, то все будет лучше. Вы должны быть верны в чужом. Вы должны делать хорошо в чужом. Вы должны выложиться на все 100% в чужом. И тогда в своем у вас что? Получится. Следующий или последний урок, который мы вместе изучали, это как определиться в призвании. Как узнать, что это мое. Мы говорили о том, как важно знать свое призвание, потому что мы просто облегчаем свою жизнь, так или нет. И я говорил, что любое дело, которое вы делаете, и вы к этому призваны, вы будете это делать легко, с удовольствием и с песней. Помните? И любое дело, которое вы изучаете или будете изучать в будущем, или будет работать, если вы к этому делу призваны, вы можете стать профессионалом в этом деле, в служении или работе. Если у вас нет к этому призвания, вы можете эту работу выполнять, но профессионалом с большой буквы никогда что? Не будете. Помните, я объяснял, всех можно научить играть на пиано. Кто будет лучше, кто-то играть, кто-то будет хуже. Но профессионалом в музыке может быть только тот, кто имеет в себе это призвание, в ком это заложено. Поэтому, чтобы в этом определиться, в призвании, мы вместе с вами проходили несколько этапов. Вы видите, здесь последнее. О чем мы говорили. Смотрите, это то, что у вас видят более зрелые христиане. Почему, например, человека избирают на какое-то служение? Почему? Люди избирают. Знаете почему? Только потому, что они в вас что-то увидели. Вы согласны с вами или нет? Они в тебе что-то увидели, они избрали. Причем мы, смотря на себя, можем ошибаться, но говорят со стороны, что виднее. Мы можем или переоценивать себя, или недооценивать. Но люди со стороны, с разных сторон, они нас видят в совершенстве. Поэтому, если они избирают человека, значит, они в нем что-то увидели. Вы видите, например, вот это откровение от Бога. Вот, например, смотрите, Моисей. Вы помните, когда Бог его призывал, он даже с трудом говорил, он заикался. Помните, да? Но, тем не менее, он смог говорить, когда Бог его призвал. Хотя, он ему помогал. Вы поняли меня? Поэтому, мне так очень хочется, чтобы вы, например, определились в своем призвании и выполнили его на все 100%. Я знаю, что это непросто. Но вы начинаете что-то делать. Вы слышите, если вы начали это делать, то, третье. Например, любое служение. Вы попробовали себя здесь, здесь, здесь. И вот, что лучше у вас получается, что вы делаете от души с удовольствием, можно думать, что вы к этому призваны. И тогда вы можете развиваться в этом призвании и расти. Хотя, эта тема, как сказать, обширная. Я вам дал направление. Если в этом направлении будете двигаться, то вы можете не сомневаться, что вы узнаете себя, свое призвание и сделаете его очень и очень хорошо. Хорошо. В лидерстве важно не только быть руководителем или лидером, а очень важно в лидерстве состояться. Вы согласны с вами или нет? Помните, я говорю вам, что лучше любое дело закончить лучше, нежели начинать хорошо. То есть, хорошо и начать хорошо, а еще лучше что? Закончить. И я говорил вам, как идет наша учеба, образование. Во-первых, идет изложение материала, как вы уже поняли. Потом все это подтверждается Писанием. Нормально это или нет? Потом подтверждается это личными примерами жизни. Зачем это? Чтобы вы, смотря с разных сторон и слушая, вы могли понять этот материал и принять, и так жить. Аминь. Поэтому в Библии вообще есть как положительные примеры, к сожалению, так и отрицательные. В плане лидерства, в плане руководства. Вы хотите увидеть один не очень удачный пример руководства? Хотите или нет? Давайте попробуем. Мне, я думаю, вот Богдан поможет. Небольшая такая мысль моя, несостоявшийся лидер. Вы сейчас увидите одного человека, у которого был прекрасный потенциал, чудесные возможности. Но он, в конце концов, так и не состоялся как лидер или как личность. Давай, пожалуйста, читай. Для меня это вторая, Парлипоминон 12.1. Скажи, как это по-английски всем студентам. И каждый, вы можете посмотреть свою Библию. Вторая, Парлипоминон 12.1. Когда царство Раваама отвердилось, он сделался силен. Тогда он оставил закон Господень, и весь Израиль с ним. На пятом году царствования Раваама с Усаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступали от Господа. Спасибо. Смотрите. Очень интересная история. Кто не знает, послушайте меня. Раваам, он получил царство или стал царем после кого? Кто знает? После Соломона, правильно. Вот когда был царем Соломон, израильское государство процветало. То есть, Израиль, как государство, достиг невероятных высот. Они процветали, можно сказать, по всем направлениям. Богатство было несусветным. То есть, вы помните, что там золото было, как железо, и серебро было ни по чем. Бог дал мудрость Соломону, и поэтому благословил его, как лидера, и государство Израиля. Понятно это? И вот после этого царя приходит Раваам. То есть, стартовые возможности у него, как лидера, колоссальные. Вы согласны со мной? И смотрите, вот сейчас Богданчик прочитал. Когда царство Иерама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень, и весь Израиль с ним. Две важные истины. Когда утвердился, он набрал силу уже, авторитет. То он оставил Господа. Почему? Потому что он посчитал, что ему Бог уже не нужен. Он и так уже такой сильный, такой умный. И еще вторая мысль, которую я хочу, чтобы вы здесь увидели. И написано, и весь Израиль с ним. Вы поняли роль лидерства? Помните, я говорил вам, хороший царь? И Израиль, что благоденствовал. Приходил нечестивый царь, и они попадали в беду и в рабство. Вы поняли, о чем идет речь? Смотрите. Дальше. Как действует Бог, и что происходит здесь в стране? Когда он отступил от Бога, и весь Израиль с ним сразу же, на пятом году царствования, Сусаким, царь Египетский, пошел на Иерусалим. Причина. Началась война. Пришли неприятности. Почему? Потому что Израиль отступил от Господа. У вас бывают какие-то неудачи, неприятности в жизни? Вы слышите меня, да или нет? Или вы заболеваете? Вот когда что-то приходит в вашу жизнь, попробуйте ответить для себя на два вопроса. Вот попал ты в неприятности, в аварию, заболел. Попробуйте для себя ответить на два вопроса. Чему ты, Господи, хочешь научить меня? Первый вопрос. И второй, что ты, Господи, хочешь сказать мне? И если Бог хочет тебя что-то научить в этой ситуации, и ты готов сказать, Господи, я уже понял, значит, этот урок для тебя может закончиться. А если не понял, он может продолжаться снова и снова. Почему, например, неприятности приходят в нашу жизнь? Потому что Израиль отступил от Бога. И тут же началась война. И вот смотрите, что было дальше. Я извиняюсь, я прочитаю уже, вы слушаете, четвертый стих. «И взял укрепленные города в Иудее и пришел к Иерусалиму». Тогда, слушайте, что делает Бог? «Тогда самей пророк пришел к Раваму, князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалиме, спасаясь от Сусакима, и сказал, пророк Божий, так говорит Господь, «Вы оставили меня, зато и я оставлю вас, я оставляю вас в руки Сусакиму царю». То есть вы меня оставили, я оставляю вас. В Библии так написано, Господь с вами, когда вы с Ним. И когда вы оставите меня, я оставлю вас. Помните, я говорил вам, что Бог ни от кого не прячется, и никому себя не навязывает. Выбор за человеком. Хочешь – бери, ищи, наслаждайся им. Но ввиду того, что эти люди оставили Господа, случилось то, что случилось. Помните, я учил вас два урока, самому трудному уроку, помните, это покорность и смирение, помните? Вот смотрите, что делает смирение. Значит, они уже окружены, они попрятались. Их ситуация безнадежная. И вот смотрите, что говорит 6 стих. «И смирились князья Израилевы и царь, и сказали, праведен Господь». Вот смотрите, началась война, пришли неприятности, и они как бы образно спросили Господи, что ты хочешь нам сказать или чему ты хочешь нас научить? А Бог ему говорит, за то, что вы оставили меня, я просто оставил вас, и у вас пришли беды и неприятности. И вот эти все собрались, начальник говорит, праведен Господь, Господи, спасибо, урок мы поняли, благодарим. Понятно, о чем идет речь? Пожалуйста, обратите на это внимание. Больше то я хочу вам сказать следующее. Один из самых таких нечестивых и гордых царей в истории Израиля это был Ахал. И однажды, однажды к нему был послан пророк, и было ему сказано обличение, и сказано, что его ожидает в будущем. Очень сильное слово, как приговор. И вот этот очень такой гордый царь, вдруг он снимает корону, свое величие царское, снимает с себя одежды, посыпает себя пеплом, и смиряется он, и весь народ с ним. И вы знаете, что было потом? Бог этого пророка поворачивает, и говорит, иди обратно к Ахаву, и скажи, что я вижу, как смирился Ахаву. Вы слышите меня? В Библии написано, что Бог гордого человека узнает издалее, и смирен, но он тоже видит. И он говорит, я вижу, что Ахаву смирился, поэтому скажи ему, я беды никакой не наведу при жизни твоей. Потом что-то произойдет и случится. Поэтому Бог ценит смирение, Бог любит смирение, и Бог смиренного человека что? Возвысит. Поэтому они смирились. Смотрите, что дальше написано. Однако же, они будут слугами у этого царя, чтобы знали, каково служить мне и служить другим царям или богам. Понятно это? Я говорю то, что вы заслужили, я его отменяю. Вы смирились. Но я хочу, чтобы вы поняли, что значит служить мне и что служить другим богам. Но мои мысли главные о Равааме, как руководителе государства или о лидере. Значит, вы поняли, он утвердился, потом отошел от Бога. И весь Израиль с ним. И смотрите, что о нем написано, уже я буду читать два стиха, последние, 13 и 14. Смотрите, что произошло. «И утвердился царь Раваам в Иерусалиме и царствовал. 41 год был Равааму, когда он воцарился и 17 лет царствовал в Иерусалиме в городе, который из всех колен израильных избрал Господь, чтобы там пребывало имя его. Имя, значит, 17 лет царствовал. И смотрите, «И делал он зло, потому что не расположил сердце свое, чтобы взыскать Господа». Значит, главная мысль в этот стих можете выучить наизусть. Он вам пригодится всегда. Почему Раваам делал зло? Потому что не расположил в свое сердце служить Богу и искать Бога. Люди спрашивают иногда, почему сколько зла на свете? Куда смотрит Бог, если люди бедные умирают от голода или случаются войны? Слышали такое? В основном, это происходит потому, что люди в своем сердце не расположились, чтобы Бога искать и служить Ему. Когда растение отрывается от корня, оно умирает. Когда общество или отдельный человек уходит от Бога, он медленно и уверенно разрушается. Почему Раваам не состоялся как лидер? Почему он делал зло? Не потому, что он любил или искал зла, но он не расположил сердце свое, чтобы Бога взыскать. А святое место пустым, что не бывает. Что это значит? Если я не занимаю себя чем-то хорошим, полезным, то обязательно придет что-то нехорошее и бесполезное. Да или нет? Вы помните, я говорил вам, у вас бывает такое, что вы идете в город куда-нибудь и не знаете, куда вы идете? Помните? Спрашивают родители, дети, вы куда там, молодежь? Мы не знаем. И делал он зло, потому что не расположил свое сердце, чтобы взыскать Бога. Молодежь, послушайте меня, если вы не знаете, куда вы идете, вам лучше оставаться дома. Потому что приключения на свою голову вы тут обязательно найдете. Вы меня поняли или нет? Я, например, взрослый человек, я никогда не выхожу из дому, если я еще не знаю, куда я иду. Вы поняли меня? Такое бывает только у молодежи. Но я вам не советую так жить. У меня были там вот ребята, еще в молодости, друзья. Они говорят, ну пошли вечерком прогуляться, ну так пообщаться, три-четыре человека. Ну я говорю, они шли, как бы сказать, они такие были приближенные. Ну и там в городе вышли, там женщина что-то там выпившая, что-то плохо себя вела, что-то там говорила. Ну это самое. Один ее ударил, она упала. Потом пришли, рассказывают. Говорю, как ты к этому пришел? Тебе не стыдно? Они же не собирались кого-то бить. Вы слышите меня? Они не собирались, они пошли прогуляться, но так как цели нет, конкретно занятия тоже, и тут как искушение. Где-то там взялась эта женщина, и потом раз, и как-то стыдно, и неудобно. Они пришли, рассказывают, и самим стыдно. Поэтому у вас что-то подобное было в жизни? Запомните еще раз, если вы идете не зная куда, вам лучше оставаться дома. Будьте целеустремленной личностью. Я просто вас вдохновляю во имя Иисуса. Я хотел бы, чтобы вы не только были лидерами или руководителями какого-то служения, а чтобы вы состоялись как личность и состоялись как лидеры. Поэтому на хороших примерах из Библии мы можем учиться, так или нет. А на отрицательных или с отрицательных примеров мы можем делать выводы и учиться на их ошибках, чтобы не повторять их ошибок, так или нет. Потому что я говорю, лучше учиться на чужих ошибках, не жалеешь то на своих. Слава Богу, вы благословенны. Сегодня на этот урок у нас новая тема авторитет и влияние лидера. Авторитет и влияние лидера. Или слава и авторитет служителя. Почему это важно знать, почему это важно услышать, я вам сейчас просто объясню вам на простом примере, авторитет и влияние лидера. Вот я вам как пример рассказываю, что это такое. Послушайте. Я прочитаю вам одно место из Писания, и потом мы пойдем дальше, изучая эту тему. Исход 33, 7, 8. Вы просто можете записать. Смотрите, что здесь написано. «Моисей же взял и поставил шатер свой вне стана и назвал ее скинией собранием. И каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана». И послушайте. «И когда Моисей выходил из скинии, весь народ вставал, и становился каждый у входа в свой шатер, и смотрел вслед Моисея, доколе он не входил в скинию». «Авторитет и слава служителя». Смотрите, каким авторитетом обладал Моисей? Библия говорит, что когда он входил, например, весь народ вставал. Вы слышите меня? Интересно заметить, что никто не просил их встаньте. Нормально, когда вас попросили встаньте, вы поднялись. Но это вас попросили. А эти люди поднимались из-за уважения к Моисею. И написано «преклонялись там». То есть у них было правильное отношение и к Моисею, и к Господу Богу. Они преклонялись там. Вы можете это дома прочитать. Это захватывающее просто зрелище. Вы знаете, что, например, вот эта слава и авторитет служителя, чем она интересна? Что, например, если взять, что является, например, опорой, для любого министра или там президента, что опорой его является полиция и армия. Вы слышите меня? А что является опорой в духовном лидерстве? Слышите меня? Его авторитет и влияние. Вы поняли меня? То есть у духовного лидера, у него нет же армии, которая в трудное время может помочь или поддержать. Так или нет? Только твой авторитет и способность оказывать влияние на других приносит тебе или же победы, или же огорчения. Понятно, о чем идет речь. Поэтому авторитет и влияние лидера – это наша тема. Запомните, что авторитетным служителем может только тот, кто имеет духовный авторитет. «Слышите меня? Вы, послушайте меня, будете влиять на тех, кто идет за вами, настолько, насколько тот, который над вами, влияет на вас». Вы поняли меня? То есть если над вами влиятельная личность, то вы будете также очень здорово влиять на других. Понятно это или нет? То есть нам нужна крыша. Вот среди рикетеров, там бандитов, когда вот была перестройка, то часто приходили бандиты и в церковь приходили ко мне. «У тебя есть крыша?» Я говорю, «Есть». Говорю, «Какая?» Вы поняли меня? Они друг друга крышуют. Я говорю, «У меня вот там крыша». Послушайте, еще очень важная мысль. У вас есть, например, в вашем окружении авторитеты? Я буду вас спрашивать потом. У вас есть авторитеты в вашем окружении, которым вы хотите подражать. Это очень серьезно. Закончилась, например, очередная конференция. И там участвовали многие проповедники, там лидеры. Один человек подходит ко мне и говорит, «Ты знаешь, я вот слушал три дня, но я особо так никем не впечатлен». Вы знаете, что я им ответил? Послушайте, я говорю, «Если ты никем не впечатлен, то и ты никого впечатлить не сможешь». Поняли меня? Если для нас нет авторитетов над нами, то мы и вряд ли сможем положительно влиять на кого-то или на что-то. Поэтому обратите на это внимание. Поэтому давайте пойдем дальше. Два источника, как можно заслужить уважение и авторитет. Это Бог и наше честолюбие. Бог, ибо не тот достойный, кто сам себя хвалит, но кого что хвалит, сам Бог. Но кого хвалит сам Бог. Поэтому два источника, как можно достичь этого влияния авторитета. Поэтому наше поведение меняется благодаря той истине, которую мы слышим. И благодаря тем переменам, которые происходят в нашей жизни, мы можем положительно влиять на других. Не тот достойный, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. И второе. Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. Если мы пытаемся своими силами, своим честолюбием, своими амбициями или гордыней завоевать авторитет, послушайте, что произойдет. Мы просто повторяем ошибку дьявола. Он в свое время был херувимом осеняющим, помните? Но ему показалось, что этого мало. Он вдруг понял, что он может больше. Он захотел быть равным Богу, помните? И ввиду этого он был низвергнут с неба. Он был низвергнут с неба, потому что есть путь, как мы можем подниматься по ступеням к славе и к авторитету. Если мы неправильные какие-то пути избираем, мы обязательно будем терпеть поражение. Итак, авторитет и влияние лидера. Запомните, что самый распространенный способ, как мы можем приобрести авторитет, это стать руководителем по назначению. Вы согласны или нет? Как это работает? Ну, например, если вас завтра, к примеру, изберут Папой Римским, вы сразу, ваш авторитет поднимется многократно. Если до этого дня никто вас не знал, то завтра уже вас будут знать, ну, приблизительно половина жителей земли. Вы чувствуете, о чем идет речь? Его назначили, и он уже стал. И он уже авторитет. Авторитет наличный, потому что он занял такую должность или такое положение, что придало ему авторитет. Потом уже, находясь на этой позиции, он может или утверждать этот авторитет, или наоборот разрушать. Но ему дана возможность. А как он ее использует, это уже зависит от конкретного человека. Поэтому люди признают только тех, кто призван и поставлен Богом. Скажите, пожалуйста, вы встречали такую ситуацию, что бывает ли такое, что вот в лидера есть способности, а нет авторитета? Бывали? Встречали такое? Вот талантлив, способности есть, а авторитета что? Нет. Но определяющим должно быть именно это. Авторитет. Но мы авторитет можем или терять, или наоборот приобретать. Вы знаете, что наши способности, например, ваши таланты, они могут поднять человека высоко. Но только характер ваш, он поможет вам удержаться на этой высоте. Вы слышите меня? Почему-то все люди, которые сделали большие выигрыши в лотерею, даже здесь в Америке, практически никто из них не стал богатым. Знаете почему? Потому что деньги важно не только получать, принимать, а важно знать, как их беречь, куда их вкладывать и так дальше. Вот такая благодать свалилась с небес, человек выиграл миллион, а потом запил от счастья, и все пошло не туда, куда надо. Поэтому, или, например, человек стал олимпийским чемпионом, он поднялся высоко. Вы поняли меня? Но, но, слушайте меня, вот вы помните, Филипс, по-моему, был такой олимпийский чемпион по плаванию. Слышал кто-нибудь такое? Нет? Он выиграл, по-моему, семь олимпийских медалей. Семь олимпийских медалей. Это был уважаемый человек в обществе. И когда он закончил, все равно на него подходит, там журналисты спрашивают, вы уже достигли цели? Он говорит, нет. Говорю, как? Как не достигли вы своей цели? Семь олимпийских медалей? Кому-то это уже выше крыши. Он говорит, нет, почему? Он говорит, я хочу, чтобы вся Америка пошла в бассейн, я хочу, чтобы все люди поплыли. Думаешь, вот это цель. Вы меня слышите? Кажется, тебе хорошо, остальным зачем тебе? Пусть остальное тебе не... Нет, я хочу, чтобы все потянулись, начали заниматься физическими упражнениями. Вы поняли, о чем идет речь? Проходят годы. И вот где-то тут, в районе Атланты, поймали, он уже там что-то начал баловаться с наркотиками. Ну и так дальше. Почему это происходит? Потому что твои способности, они могут поднять тебя высоко. но только твой характер может удержаться, поможет тебе удержаться на этой высоте. И вы знаете, как сказать, вот, например, я показываю вам пример, я извиняюсь, жалко, Библию не будем. А вот это можно, если рассыпется, не страшно. Вот смотрите, пример простой. Вот если, например, поднять, допустим, я держу не вот эту штучку, а просто камень тяжелый. Вот что, если бы поднимать, мне вот поднимаю, поднимаю, мне надо много усилий, так? А если вот так? Можете взять, разрешаю. Что это значит? Мы поднимаемся, поднимаемся шаг за шагом. Мы хотим, чтобы это происходило быстро, так? Но это не всегда получается, слышите? Потому что этим процессом руководит Бог. Вы меня слышите? Поэтому, слушайте меня, не так важно, как ты высоко забрался, важно не сорваться оттуда, да или нет? И чем выше ты собрался, тем падать. Одно дело прыгнуть с первого этажа, а другое дело с десятого, да или нет? Вот смотрите, вы можете забраться на десятый этаж и, слушайте, сказать, я не верю. Я не верю в Бога, слушайте меня, я не верю вот это в законы Ньютона, в законы физики, что все, что подбросит вверх, вот так, раз, оно упадет вниз. Я не верю. И вы можете не верить, но заберитесь на пятый этаж и попробуйте прыгнуть. Что будет с человеком? Он упадет вниз или нет? Сто процентов. Почему? Потому что эти законы работают. Веришь ты в это или нет? Они работают. И этот человек разобьется. Как исключение, может только он остаться живым. Вы поняли меня? Потому что высота очень серьезная. Вы можете верить в Библию, в законы Божьи или не верить, но не работают. Вы слышите? Потому что за этими законами стоит сам Бог. И Библия говорит, что посеет человек, то он и... Поэтому сейте хорошие семена, чтобы жатва была какая хорошая. Итак, авторитет и влияние лидера. Идем дальше. Какие бывают авторитеты? Какие бывают авторитеты? Вы видите здесь три примера. Авторитет по должности. Это человека назначили на должность директором предприятия, директором магазина. Это, как я вам сказал, Папа Римский. При этом, можно сказать, духовная власть определяется не влиянием, а должностью. Авторитет по должности. Дальше вы видите авторитет по влиянию. Помните, я говорил вам, что можно вести силы человека, а можно любовью. Помните или нет? Вот это любовью, это и есть настоящее влияние или лидерство. Авторитет по влиянию. И еще какой авторитет? Авторитет по продуктивности или, другими словами, по плодам или по результату. Благодаря, можно сказать, результату своего служения, служение Христа было эффективным. Он имел непререкаемый авторитет не только среди апостолов, но и среди общества. Так или нет? Поэтому вы согласны с тем, что мы можем повлиять на кого-то или что-то изменить в обществе, если общество нас уважает? Да или нет? И нам очень трудно этого достичь будет, если общество нас не принимает или не уважает. Ну ладно. Скажите мне такой вопрос. Кто для вас лично является авторитетной личностью в вашем окружении? Первый вопрос. Второй вопрос. Как вам кажется, кто среди славянских церквей Америки является самой авторитетной личностью? Подождите. Не спешите это взять. Или, например, даже там бывший в Советском Союзе, какой вы знаете вот такой непререкаемый авторитет, которому вы хотели бы, например, подражать, тянуться за ними и так дальше. У вас есть вообще такие авторитеты? Ну пожалуйста, кто для тебя является авторитетом? Вася Папирник. Вася Папирник. Вася Папирник, мы здесь. Если он нас слышит, это Василий Папирник. Вот представьте, если такой авторитетный учитель приедет вас учить. Представьте, как вам повезло. Но Василий Папирник, он авторитетен для вот этой студентки. для вас он может быть менее авторитетный, потому что вы его еще не слышали или мало знакомы. Но когда вы познакомитесь, он будет для вас настоящий авторитет. Василий, не подводи наших. Ну, а еще у вас есть вообще какие-то авторитеты? Да, пожалуйста. Леонид Стахов. Ух ты! Ух ты! Да. Очень интересная личность, я ее знаю еще с Бердычева. Об Леониде можно сказать, знаете, следующее, хотя бы не разбираем людей, у нас тема, урок, но о нем можно сказать, знаете, следующее, подражая кончине жизни их, подражайте вере их. Вы поняли меня? То есть, я имею в виду, что несмотря на свои годы, а ему уже, наверное, ну, не знаю сколько, за 70, он уважаемый среди молодежи. Это очень серьезно. Я хочу вам сказать, что таких людей не так много. Вы поняли, чем Дедрич? Да. Родители. Ну, Денис, тебе просто повезло, что у тебя классные родители, но тем не менее, у тебя есть авторитет, у тебя есть кому подражать. Значит, у тебя есть положительное влияние, а значит, есть надежда, что и ты сможешь состояться у тебя. Джордж Давидюк. Вы видите, вы вроде как сговорились, вы всех учителей наших знаете. Джордж Давидюк, мы здесь. Спасибо. Спасибо. Хороший человек. Да. А у вас? Он говорит, ты видишь, тоже приедет. Ну, это же, надо такое. Надо такое. Хорошо, друзья мои, я знаю, что вы назвали не всех авторитетов, их есть намного больше, но слава Богу, что они есть. Больше того, я хочу вам сказать, что работа дьявола, работа дьявола направлена, чтобы разрушать всякую систему власти, помните, власть государства, власть семьи, власть церкви и всякие авторитеты. Вы слышите меня? Чтобы общество сделать серым, таким, как бы, большая толпа и все. Но Бог желает среди этой толпы поднимать очень сильных руководителей и лидеров своих Моисеев, своих Давидов, своих Иисусов Навином. Понятно это или нет? Поэтому я хотел бы, чтобы вы на это обратили внимание. Значит, еще раз, авторитет по должности понятно, по влиянию понятно, по результату тоже понятно. Ну, можно пойти еще дальше, но если вы не против, я вам расскажу, что такое влияние. Можно? Практический пример. Значит, вот было в моей жизни такое, ну, как бы, когда меня снова наказали. И получилось следующее, вот поехал, я любил путешествовать, и у меня была возможность для путешествия. Поехал я в один город на Западной Украине, так как прямой эфире я не скажу, где я был, и был в служении, в своем братстве. Побыл вот вечером в служении, в пятницу, воскресенье утром, а потом после собрания спрашиваю, у вас еще есть в городе собрание? А я говорю, можно туда пойти? Можно. Я пришел, я там был чужой человек первый раз, и там мне дали проповедь. Но я не знал, что это было регистрированное собрание, а я был не регистрирован. И узнали об этом, что я был там и проповедовал. Я еще поехал в Прибалтику, путешествовал где-то около месяца, а я возвратился в Киев, и вдруг я узнаю, что меня наказали. Ну, вы знаете, что в церкви есть наказание, там отлучение, там, вы поняли меня, да? Замечание. У меня всегда было такое очень особенное. Не можешь никуда ехать и не можешь проповедовать. Вы знаете, почему именно такое наказание выносилось? Потому что, когда вы куда-то едете и проповедуете, у вас есть возможность влиять на людей. И если это влияние есть, то лучше, чтобы его не было. Ну, кое-кому. Если бы это влияние не было, то проповедует там хоть до пришествия Иисуса Христа. Вы поняли, чем говорить? Но когда идет, значит, стоп, что делать? И вот так и ходят месяцы, и все. Оттуда сто города приехала целая делегация в Киев и просили, чтобы меня помиловали. Не помогло. Вот что делать? Вот вы говорите, молодежь, вам не дают там то делать, не дают там проповедовать, не дают молодежи. Ну, правда, бывает такое. Я хочу ответить вам на этот вопрос, что надо делать в такой ситуации. Надо просто влиять. А как? Я вам сейчас объясню, как вы можете влиять. Вот смотрите, когда мне не дают проповедовать, не дают, но жду, 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 не дают. Что интересно, моя жена, она мне потом говорила, что, Виталий, сколько я тебя знаю, я не помню тебя в лучшем состоянии, как тогда, когда тебя не давали проповедовать. А я думаю, ради этого стоит жить, правда. Суть не в том, дают тебе или не дают, а что ты себя представляешь, что происходит у тебя внутри. Вы слышите, дать или не дать, это ответственность лидера, а моя ответственность быть каким? Готовым. Аллалуя. Ну, короче, не дают. Я прихожу к братьям, как-то говорю, братья, а я петь могу? Можешь. Я взял гитару, друг у меня был такой хороший, и я прихожу, и спели с песней сионских, спели песню, и вы знаете, что было потом после песни? Нам сказали, мне сказали, ты петь не можешь. Да-да. Вот послушайте, в чем интересный секрет? Вот если бы я спел, или вы спели, и это никого не затронуло, не захватило, я пел бы до пришествия Иисуса Христа. Но так как это пение кого-то коснулось, ты петь не можешь. Ну, ладно. Проходит время. Что такое в линейне, я объясняю. Проходит время, я говорю, братья, не разрешается мой вопрос? Нет. Говорю, а молиться я могу? Говорит, можешь. Можешь. Мы начали молиться. И молитвенников все больше и больше. Потом приходят братья, говорят, Виталий, вы молиться не можете. Я говорю, почему? Потому что если бы я один молился, я бы мог до пришествия Христа молиться. А так как молитвенников вокруг меня становится все больше, больше и больше, они смотрят, куда мы идем. Говорят, нельзя. Ну, нельзя, то нельзя. Влияние. И вот смотрите, проходит еще какое-то время, а душа вот здесь переполнена. Я говорю, проповедей на троих. Я как-то подхожу к ними, я говорю, братья, а стихи я могу говорить? А они говорят, можешь. Приходит воскресное очередное служение, а я в то время стихи писал, и я свои стихи рассказываю им. Я говорю, можно, можно. Я выхожу и рассказываю им такой стих. Сейчас вам расскажу. ты видишь, как трудно мертвецу среди людей живым и страстным притворяться, скрывая для карьеры лязг костей и в общество живых втираться. как трудно дать, что сам я не имею и рассказать о том, что не познал, прибыть с Христом, в Которого не верю, ждать от Него, чтобы Он исцелял. и как познать тому, кто много знает, увидеть тем, кто все уже видал, и жизнь продлить тому, кто не желает блаженства дать, кто Бога подвергал. Скажу открыто всем я фарисеям, смотря на внешность, форму, что в тебе, что нет пути на небо лицемером и нет покоя в жизни, на земле. Что слава здесь, что пользует гроша, когда душе нет мира и покоя, но как прекрасна жизнь и хороша, где нет тревоги, озлобления и горя. Аминь. Хотя я вам не все рассказал, но единственное, что могу вам сказать, после этого мне сказали стихов, ты говоришь, не можешь. И у меня нету никаких огорчений, ни обиды не было. Я говорю вам о важности влияния. Послушайте меня, если вы это имеете, то вы даже молча будете влиять на окружающих. Вы слышите меня? Вы молча, просто присутствие, можете сделать больше, нежели длинной какой-то речью. И все лучшее в человечестве рождалось тогда, когда люди переходили через трудности. Главное, не потерять главное. Лучшие стихи были написаны во время голода, воин и холода. Лучшие картины были написаны во время огромных испытаний и бед. тогда открывается другое дыхание. И человек способен творить чудеса. Поэтому вот это влияние, если в тебе есть жизнь, например, эта жизнь через асфальт пробьется. Вы слышите меня? Поэтому не надо обижаться на кого-то, обвинять кого-то. Ты сам будь тем, кем ты должен быть. Влияние это богатство. Это несравнимо ни с чем. Вы даже молча способны влиять положительно на других. Вы поняли меня? Если что-то тебе не дают, если это связано с влиянием, это вы меня поняли. И я вас просто вдохновляю. Будьте такими людьми, чтобы положительно влиять на других. Можно отрицательно, для этого учиться в школе не надо. Но будьте теми людьми, чтобы положительно влиять на других. Мы идем дальше. Авторитет через воспитание учеников и авторитет заслуженного опыта. Авторитет через воспитание учеников. Вы помните, я говорил вам, что у евреев, они оценивают лидера по его способностям поднять или воспитать новых учеников. Вы поняли? Они говорят, если человек поднял команду, если он поднял за собой новых лидеров, значит, он действительно нормальный руководитель. Вы поняли? Поэтому по воспитанию учеников. Ну и последний авторитет, это авторитет заслуженного опыта. Это то, что я сказал, когда говорил Застахова. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие и взирая на кончину в жизни их подражайте, что? Вере их. подражайте вере их. Как вам кажется, какие авторитеты вам больше всего понравились? Какой авторитет больше всего вам понравился? Заслуженного опыта еще какой вам понравился? Воспитание учеников. Еще какое? По влиянию. Еще какое? По должности. По должности. И вы знаете, очень хорошо иметь все их. Пять. Но самое главное быть авторитетной личностью. И быть это серьезно и надолго. Я говорю, авторитет очень трудно заслужить. На это уходят годы. И очень легко ее потерять. Можно потерять за одно мгновение и за один день. Поэтому берегите это как сокровище. Потому что потерянное возвратить будет очень сложно. Вот, например, если человек движется в призвании и вдруг он падает, вот как Исаф, за одну похлебку продал свое первородство. Как вам кажется, если такой человек кажется, Бог его прощает? Бог прощает, но он вряд ли будет восстановлен в своем призвании. Вы поняли? Одно дело получить прощение, а другое дело исполнить свое призвание. Поэтому то, что другим позволено, тебе что? Нельзя. Потому что призван ты Богом для особой миссии. Сейчас я вам просто приведу пример из Библии очень авторитетного человека. Вообще у вас есть авторитетные люди для вас? Ладно, давайте вот сколько у нас еще времени? Я не знаю, у нас будет урок чуть больше, как обычно, да? А мы начали чуть... Вай! Вот смотрите, прочитай, пожалуйста, авторитетного человека. Хочу представить Иова 29, Иова 29, 7, 7, 11 стих. Пожалуйста, быстро прочитай. Ну, мы остановимся чуть-чуть на пару минуток. Ладно уже, чуть-чуть. Готов читать? Пожалуйста, читай. Внимательно послушайте. Авторитетный человек, это Иов, слушайте. Иова 29, 7, 8 стих. Когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. князя удерживались от речи и персты полагали на уста свои. Голос надных умолкал, язык их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее, восхваляло меня, потому что я спасал страдальца. Я заберу вас 2-3 минуты, я потом вам отдам. Ладно, договорились? Молодцы вы послушные студенты. Посмотрите, авторитет Иова, а их в Библии очень много, это непререкаемый авторитет. Смотрите, уважаемый человек в обществе, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свои, юноши, что делали? Увидев меня, прятались. Вы знаете, что сейчас в мусульманских странах, если к молодежи приходит старший человек, они встают. Это уважение к старшим людям. А здесь они не просто вставали, прятались. Слышите меня, прятались. Дальше смотрите, что было. Старцы, видя меня, вставали и стояли. Князья удерживались от речи, то есть это князья, которые говорили там закон, какую-то мораль, они замолкали. Дальше. Персты полагали на уста свои, голос знатных умолкал. То есть а те люди, которые учили других, умные люди, они просто замолкали. Почему? Появился Иов. Тут работа кипела, было шум, движение. Куда Иов приходил, наступала тишина, авторитет, непререкаемый авторитет Иова. Ухо слышавшее меня ублажало меня. То есть кому повезло в жизни хотя бы раз послушать Иова. Вот эти люди вспоминали и благодарили, слава Богу за Иова, что такие люди в нашем окружении есть. Ухо слышавшее меня ублажало, а око видевшее восхваляло меня. А кто хотя бы однажды в жизни видел Иова, то они благодарили всю жизнь Бога за то, что им повезло встретиться с таким человеком? Вам понятен авторитет Иова? Последняя молодость, как вы можете это иметь лично для себя? Хотите или нет? Пожалуйста, давай читай из 12 стиха. Внимательно. Потому что я спасал страдальца вопиющего и сириту беспомощного. Вот путь к авторитету. Как он поднимался в авторитете? Потому что я это имею потому что? Почему? Потому что я спасал вопиющую и сироту что? Беспомощно. Дальше. Благословение погибавшего приходило на меня. То есть если кто-то погибал я его спасал и это было для меня благословением. На благословение. Дальше. Из сердцу вдовы доставлял я радость. Вот путь к авторитету. Вы слышите меня? Из сердцу вдовы доставлял радость. Дальше. Я облекался правду и суд мой одевал меня как мантия и уверенность. есть суд мой был справедлив. Поняли? Дальше. Я был глазами слепому и ногами хромому. Все. Вы представляете? Хромой идет там где был Иов значит он этого человека сопровождал я был глазами слепому и ушами для глухого. Вот путь к авторитету. Дальше. Отцом был я для нищих и те жбу которые я не знал разбирал внимательно. мы закончили тему авторитет служителя. Слава и авторитет служителя. Или как я уже вам сказал авторитет и влияние лидера. Вот вам яркий пример. Вы можете дома это прочитать. Каким был человек и как он к этому пришел. Если вы хотите этой личностью быть есть путь. Я вам от души желаю чтобы у вас получилось. Пусть вас всех благословит Бог и тех всех кто нас слушал сегодня кто был вместе с нами пусть Бог благословит вас и ваше окружение хорошими руководителями и лидерами. Аминь.